Его нередко называли белорусским Сальвадором Дали за непринужденность манеры исполнения, яркость красок и полет фантазии. Он любил красоту и в своих работах всегда старался отображать каждую деталь, особенно в портретах, которые останавливали на себе взгляд и оставались в памяти на долгие годы. Речь идет о художнике Николай Селищуке. Мастер трагически ушел из жизни в 1996 году, но память о нем бережно хранят близкие, друзья и истинные почитатели творчества. Именно они стали участниками памятного вечера, идею проведения которого инициировали брестские художники. Я им просто предложила, что вот к тысячелетию можно было бы взять известных людей Бреста, но именно вот вариант художников, потому что художники это работы. Это можно вот на основе работ что-то делать такое, выставочные вот такие, выставки одной картины, выставки там нескольких картин. Ну и вот можно начать с Селищука, потому что, ну это одна из самых интересных личностей, которая вот из Бреста. Потому что остальные художники, ну вокруг них не было столько тайн, сколько было вокруг Селищука. Сегодня в фундах музея истории города всего пять работ Николая Селищука. Но каких? С полотина нас смотрят такие непосредственные, такие волшебные образы. Именно волшебство было особенно присуще творчеству мастера. Наверное, поэтому художника так часто приглашали на роль иллюстратора книг, писателей, поэты. Особый художественный почерк Николая Селищука высоко признает и мировое сообщество. Его работы хранятся в музеях России, Финляндии, Греции, Канады, США, Польши, Болгарии, Германии. А биографический центр Кембриджского университета даже признал его Человеком года в области культуры. Наверное, не каждый музей может похвастаться тем, что в коллекции его находятся пять графических работ. Такого замечательного, талантливого художника. И мне хотелось бы сказать, что, конечно, и наш город, и наша Брещина, она талантлива такими замечательными людьми. И творчество его великолепное, и как личность он очень интересен. И я думаю, сегодняшнее это мероприятие, оно еще раз подчеркнуло то, что мы вообще не должны забывать о тех людях, которых уже нет с нами, о художниках, о музыкантах. Мир изобразительного искусства полон загадок, и многие из них, запечатленные рукой Николая Селищука, так и останутся неразгаданными. Но ведь в этом, наверное, и есть особая магия, которая несет в нашу жизнь творчество.